Мы постараемся связаться с Мухтаром Аблязовым, казахстанский предприниматель и оппозиционный политик. Его называют лидером казахского протеста. Поговорим с ним о том, что происходит с Нурсултаном Назарбаевым и вообще, насколько, скажем так, эхо от тех событий, оно еще сильное или все, может быть, уже закончилось. Узнаем у Мухтара Аблязова. Господин Аблязов, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, начну я с того, что Касым Жамар Такаев, президент Казахстана, официально сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы правящей партии Нур-Атан. Что это значит? Вот для тех, кто не живет в Казахстане, если простыми словами. Это ничего не значит, потому что в ноябре прошлого года Назарбаев еще до январских событий заявил, что должность председателя партии Нур-Атан передаст Токаеву. И, собственно, вот эти все его слова, они просто реализовались. Сейчас просто очень многие люди видят какой-то подтекст, двойной смысл, что якобы январские события, якобы Назарбаев теряет власть, якобы именно поэтому надает должность председателя партии Нур-Атан. Они просто не следили за политической жизнью страны, Казахстана. И поэтому, скажем, у них такое впечатление. На самом деле сегодня на этом закрытом съезде Токаев четко продемонстрировал, что он, как я написал, мебель объявила, что он является мебелью Нур-Султана Назарбаева. То есть опять повторились старые тезисы, что Назарбаев великий, он ельбасы, заслуги его неизменны, а если есть какие-то просчеты, то это для будущих руководителей страны оставим. Поэтому ничего не поменялось. И пока он является мебельным Нур-Султаном Назарбаевым, то есть человек, не имеющий собственного мнения, позиции и не будущий, никогда не смогущий иметь собственное мнение. И начнется сейчас перестройка системы так, чтобы Назарбаев ушел с гигантскими капиталами, его активы будут проданы Путину, Путиновским структурам. Вот что ожидает в ближайшее время Казахстан. А где сейчас Нур-Султан Назарбаев, что о нем известно? Кто-то говорил, что его уже давно нет в Казахстане, высказывались разные версии, что он находится или в Китае, или в Объединенных Арадских Эмиратах. Даже звучала версия, что он в России. Где он сейчас, как вы считаете? Я также много раз говорил, что не имеет значения, где он находится, потому что приблизительно 2006-2007 года он на работе появлялся редко. И его делами в основном заправлял в тот момент Карим Масимов, премьер-министр, сейчас он задержанный, представитель Комитета национальной безопасности. То есть вся структура власти отстроена, везде расставлены свои люди, и поэтому ему нет необходимости находиться конкретно в Нур-Султане, в своем любимом городе. Он может находиться где угодно. И во всяком случае самолет его был замечен в Абу-Даби, когда все эти события случились. Но то, что все эти указания по массовому расстрелу граждан производились по его прямому указанию, это очевидно. Поэтому не имеет значения, где он находится. Важно, что он продолжает рулить страной. А то, что якобы его родственники покидают посты, это просто перегруппировка. Он их выводит из-под удара, а неродственников сейчас задерживает, сажает в тюрьмы, идет перестройка. Создание видимости, что якобы Назарбая теряет власть. Но на самом деле это же очевидно, как бельмо в глазу. Как город называется? Нур-Султан. Как партия называется? Нур-Атан. Кто сегодня на съезде напутствовал Токаева и говорил, что он рекомендует его избрать председателем партии Нур-Атан. Хотя вот совсем недавно он вылез из небытия и сказал, да я вообще пенсионер. Но вот 28 января, обратите внимание, пенсионер говорит, 28 января будет съезд партии Нур-Атан, на котором будет избран кто? Господин Токаев. То есть, ну, скажем, речь не пенсионера, правильно? И, собственно, сегодня он как не пенсионер вышел на путь в ствол. Токаева единогласно избрали председателем партии. Это все просто показывает, что вот кто рулит страной. Продолжает рулить Нур-Султан Назарбая. Если говорить о том, что происходило в начале января и том, что происходит сейчас, то есть можно ли говорить, что этот протест, он затих, что история, вот конкретно этого эпизода, она закончилась? Как вы вообще оцениваете вот именно сегодняшний момент? Протест, он не затих. Сейчас идет, просто опять же, если эта политическая верхушка во главе с Назарбаевым перегруппировывается, то также перегруппировка сил будет происходить и там, где власть не ожидает, собственно, среди населения. Потому что сейчас, когда, ну, фактически достигнут первый этап успеха, осталось главное именно свалить режим. Ну, Султан Назарбаев как бы спрятался. Вот. Следующий этап — это слом самого режима. Да, режим сейчас организовывают репрессии, создается впечатление, что якобы все подавлено, это не так. И тот страх режима это выдает. Создан некий фонд, все приближенному Султану Назарбаеву скидывают там по мелочам, по 10-20 миллион долларов в этот фонд деньги. При этом они, конечно, увели десятки миллиардов долларов и сейчас владеют гигантскими активами. Это так называемые ошметки со стола. И все, что они это делают, просто показывает страх режима. А вы же понимаете, что если режим чего-то боится, он знает, что рядом бродит опасность. И поэтому она очень крутая. Это первая волна. Вторая волна будет, скажем, в обозримом будущем. Спрашивают наши зрители, а кто же грабил магазины? Вообще, что можно сказать об этих людях? Как вы можете это прокомментировать? Сейчас уже очень много свидетелей рассказывает, как все это было, живьем все это наблюдавших. Когда 4-5 января протест мощно нарастал, в определенное время, где-то приблизительно в 4-5 часов, во второй половине дня, КНБшники, работники Комитета национальной безопасности, полицейские, чайщики получили указание разойтись по домам. И в этот момент в дело вступили тетушки власти. Это те так называемые мародеры и бандиты, действующие по одному единому сценарию. Они устраивали разгром, заходили в оружейные магазины. Кстати говоря, это оружие не стреляло, и раздавали совершенно другое оружие. И затем все эти разгромы происходили для того, чтобы дискредитировать процесс и протест. Это делается не первый раз. В 2011 году тоже по такому сценарию было. Некие тетушки власти переворачивали сцены, потом полиция начала в упор расстреливать мирным гражданам. Сейчас то же самое произошло. Это всё инициировало власть, чтобы у них была возможность применить оружие. Но и в этом случае ситуация у них вышла из-под контроля. Армия и полиция стала переходить на сторону народа. Они не справились и вынуждены были попросить помощи Путина. Я отвечаю на ваш вопрос. Это делала сама власть, чтобы напугать людей, чтобы они не участвовали в протестах. Во-первых. Во-вторых, чтобы оправдать массовое применение оружия. На самом деле просто расстрелы людей. Если говорить о консолидации оппозиционных сил, произошла ли она на фоне этих протестов? Потому что много об этом говорили. Вы как раз говорили, что возглавляете протест. Есть ли какой-то координационный совет? Была ли создана какая-то новая, ну хотя бы неформальная структура? Что можете об этом сказать? Вся терминология, которую вы сейчас применяете, она не работает для авторитарных стран. Координационный совет, который объединяет разные оппозиционные силы, может формироваться только в тех странах, где действительно существует открытая легальная позиция. У них у каждого есть свои сторонники, есть лидеры. А в случае с авторитарными странами процесс именно организации протеста выглядят по-другому, потому что лидеры не формируются внутри страны, они сразу попадают в тюрьмы. Поэтому политические организации или так называемые движения, партии, они не могут внутри страны функционировать и, как правило, функционируют за пределами страны. В этом смысле именно наша организация «Демократические выборы Казахстана» функционирует за рубежом. Мы имеем основной штаб в Киеве и ряд, скажем, участников этого штаба разбросаны по всему миру, включая в самом Казахстане. Нас несколько десятков человек, так называемый штаб. И, соответственно, у нас есть активисты по нашим, по разным городам. Я могу сказать, что они, конечно, сейчас не представляют ту самую численность, которую мы заявили, которую мы хотим иметь, сформировать. То есть нам нужно 5000 в Алмате, 5000 в Астане и по областным центрам по 1000 человек. К сожалению, этого нет. И поэтому этот протест сейчас рассредоточен. Консолидации так называемых оппозиционных сил не может быть. Для этого так называемые оппозиционные разные силы, лидеры, штабы должны находиться за пределами страны. В нашем случае существует единственный штаб. Это только наш. Ни у кого такой структуры нет. Ни у кого нет четко развернутой программы. И поэтому сейчас речь не стоит вопрос о консолидации. Речь только идет о увеличении численности наших сторонников, наращивании количества ячеек. И все те, кто хочет бороться с этим режимом, мы приглашаем их присоединиться к нам. Поэтому флаг на нашу руку. Если говорить о черном лебеде, это словосочетание нередко можно услышать. Говорили о черном лебеде для Лукашенко, говорили о черном лебеде для Путина. Кто-то говорил, вот Навальный приедет, и это случится, про Лукашенко. Там тоже были определенные события. Черный лебедь для, скажем, Такаева, для Назарбаева, он каким может быть? И каким вы его видите? Вот этот протест, который был неожиданным для всех, и который всегда случается неожиданно для авторитарных стран, ну, как вы помните, Советский Союз раз развалился, и куда-то пропали миллионы тех, кто желали, чтобы был Советский Союз. Он всегда случается неожиданно. Опять же, по причине того, что идет подавление тех, кто мог бы легально открыто и объединиться. Сейчас вот «черный лебедь» для режима, именно если говорить, в каком виде сформировался, это вот тот самый протест, который вот 2-го там почти до 10-го января был. Это большой сигнал о том, что существующий формат управления страной уже не будет работать. Но нынешняя власть уроков не сделала. Они думают, что репрессиями подавят и мелкими подарками сумеют купить ту часть, которая еще находится на распутии. На самом деле очевидно, что это не получится. И «черный лебедь», что называется, власть формирует своими руками. Сейчас вот эти все события приведут к тому, что какая-то часть ожидавшейся перемен, а люди так устроены, что называется «надежда умирает последней». Сегодня значительная часть населения поймет, ну и понятно, мы поясним, что этот режим остался прежним. Ну и, собственно, сам Назарбаев сегодня выступал, на съезде партии Нур-Атан. Ну и вот простые символы власти остались теми же самыми. Поэтому вот та самая «черная лебедь», которая к ним прилетела 2 января и на короткое время отлетела, она к ним вернется с новой силой, с большой командой. И вот это то, что власть не реформировать, не способна реформировать свою нынешнюю систему, как раз является той самой «черной мебелью» и концом этой режима. А если говорить о демократии, восприятии демократии, есть такое мнение, оно, конечно, очень спорное, но, тем не менее, я его озвучу, о том, что в азиатских странах и среднеазиатских странах все-таки другие традиции, классическая западная демократия там не приживется, потому что нужен некий лидер, на котором концентрировано все внимание. Мы видим это, по примеру, скажем, России, где Путин воспринимается не только как президент, а как человек над всей политической системой. В Средней Азии, если говорить о Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, это особый случай, то это тоже очень выражено. Готовы ли общество к демократическим преобразованиям, к парламентской республике, например, и чему-то подобному? Степень готовности, скажем, в случае вот этих стран показывает тельные события. И, собственно, сама устойчивость политической системой, той самой, которую вы и назвали. На самом деле это никакого отношения не имеет к азиатам, или то же самое, кстати говоря, украинцы говорят, что вот есть у них там лидеры, которые говорят, что, например, коррупция в крови украинцев. У нас тоже можно это услышать. Это, конечно, полная ерунда от политической системы, а его структуры зависит, каким образом развивается общество. И это не имеет отношения ни к азиатам, ни к чему-либо. Я простой пример приведу, что почему-то принадлежность к той или иной этнической группе не мешает людям пользоваться успехами цивилизации — сотовыми телефонами, самолётами, одеждой, зубной пастой, презервативами, едой и так далее. А как только дело касается построения политической системы по западному образцу, потому что этот Запад нам как раз все успехи цивилизации формирует — науку, спутники и всё прочее. А тут сразу возникает разговор о неком азиатском особом пути. В Советском Союзе, кстати, тоже самое было. У нас социализм человеческим лицом, или Горбачёв говорил, у нас особый путь развития — всё это ерунда. На самом деле, как только формируется конкурентная система, когда парламент формируется в результате такой яростной борьбы избирателей, когда законодательная власть не подчиняется исполнительной, когда судебная система тоже сама по себе независима, это всего приводит к конкуренции, и такая же система формируется, как на Западе, в один-в-один. Другой вопрос, что политическая верхушка, захватившая власть по разным причинам, они просто получили в наследство от советского периода эту власть, во-первых, во-вторых, они в наследство получили население, которое вообще не понимает, что такое политическая борьба, что такое власть. Есть такая фраза «они рвутся в власти». Эта политическая верхушка формирует негатив. Рваться в власти — это естественное состояние любых партий или кандидатов в президент. Они рвутся в власти, борются, чтобы прийти во власть, чтобы реализовать ту или иную свою программу. Собственно, в связи с тем, что население ещё не было действительно готово, потому что была Царская империя, где самодержавие, потом Советский Союз, где был один лидер. Ну и, собственно, всё это привело к тому, что было неподготовлено население. Сейчас всё поменялось в связи с тем, что есть бизнес, бизнес — конкуренты в целом, люди уже понимают, что такое конкуренции, люди хотят выбора. Если они выбирают товары в магазинах, они также хотят выбирать политические программы, политиков и так далее. И именно поэтому сейчас ожесточённая борьба идёт внутри вот таких систем закрытых. Собственно, именно поэтому в Казахстане народ массово вышел в почти 70 населённых пунктах. О чём это говорит? Что существующая система управления страной уже вышла в тираж, и массовый протест просто показал, что люди готовы жить в другой системе управления. И нынешняя система она ими отвергается. Вот вам, собственно, ответ, как это готовность есть или нет. Да, ещё нет готовности в Узбекистане, только потому, что там жёсткая система, но не сформировала бизнес-структуры, там нет чистой рыночной экономики, нет в Туркмении этого. Но как только ниши приоткроются, всё изменится. Вот если в Казахстане это произойдёт в течение одного, максимум двух лет, это как цепная реакция распространится на соседние Центрально-Азиатские республики. Спрашивает Татьяна, Путин поддерживает Пакаева? Знаете, бандит объединяется с бандитами. Путин поддерживает всё, что подавляет права граждан, там, где авторитарные системы. Вы посмотрите, он друг лидера Северной Кореи, он друг там, где Венесуэла, он друг Лукашенко. То есть там друзей Путину легко найти. Там, где у власти бандиты сидят, где подавляются права человека, где убивают, там сразу понимают, там есть Путин, он друг вот этих систем. Поэтому, конечно же, он поддерживает Тукаева, скоро он и будет над ним стоять, будет управлять, потому что это бандитская система, авторитарная, конечно же. У нас вопрос от зрителя. Звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, из Латвии. Звоня, я бы хотела задать вопрос господину Аблянгову по поводу компромата на Султана Назарбаева и, возможно, на Токаева. Есть ли он у него? Вот конкретно компромат? Смотрите, в авторитарных системах не имеет значения, есть у тебя компромат или нет, потому что в авторитарных системах судебная власть как прикажет, так и вынесет любой приговор. Компромат имеет определенное значение в демократических странах, потому что в результате скандала, политического скандала, миллионы выходят на улицу, парламент начинает проводить процедуры импичмента и все прочее. В диктаторских странах вообще, так называемый компромат никакого значения не имеет. У кого сила, у того в руках компромат. А, конечно же, и на Зарбаево, что называется, тонны, так называемые, компроматы есть, и на Тукаево есть, только... Ну а кто будет этот компромат использовать? Если судебная система им подчинена, если силовики под ними, то есть там некому этот компромат раскручивать, народ для этого должен, увидев этот компромат, выйти массово на улицу, если народ готов на эти действия, то даже им компромат не нужен, потому что существующая ситуация, когда они миллиардами гребут, живут во дворцах, будучи чиновниками, то есть на глазах все эти компроматы, вот они, их даже искать не надо, понимаете? Поэтому в авторитальной системе компромат понятие такое никому не нужное. Вопрос от нашего зрителя, он спрашивает, когда вы вернетесь в Казахстан? Вы сейчас в Париже, насколько мы знаем. Да, я по этому поводу много раз говорил, я не могу вернуться в Казахстан прямо, даже пролететь мне будет непросто через территорию России, потому что в Казахстане я заочно осужден в 2017 году, через 8 лет, как я покинул Казахстан, на 20 лет, в 2019 году, в начале 2019 года, мне заочно осудили на пожизненный срок, в прошлом году меня осудили в России на 15 лет по просьбе Казахстана, поэтому я вам эти факты показываю, чтобы вы понимали, что так прилететь и, скажем, свободно в Казахстан я не могу, но механизм очень простой, мы сделаем то, что сделали в январе, организуем массовые выходы на протесты десятков и сотен тысяч людей, во всех регионах лидеры оппозиции, местные, так называемые, активисты, организуют органы местного самоуправления, в Астане, так называемая Аккорда, резиденция Назарбаева, будет занята протестующими, и они объявят о создании временного правительства, и в этот момент, когда будут заблокированы аэропорты и фактически будет арестована политическая верхушка, я планирую прилететь. Заранее под все это мы уже разработали, как будет выглядеть временное правительство, мы уже выпустили заранее указы, кого необходимо арестовать, нужно только дату поставить и год, то есть мы все разработали. Но вы ведь сейчас предупреждаете власти Казахстана, что мы планируем сделать то, то и то, и соответственно каким образом даже? Смотрите, я по этому поводу говорил, у нас же когда начнутся протесты и все прочее, обычно выключает интернет, и десятки, сотни тысяч людей не должны быть дезориентированы, мы строим модель так, что мы получив многократное преимущество в численности, 20-30-кратные, мы просто раздавим эту власть и более того, увидев это численное преимущество, силовики просто переходят на сторону народа. Это уже не теория, это практика. В Алма-Ате видео достаточно, которое показывает, когда военнослужащие колоннами встроились в число протестующих, ОМОН тоже встроился, это во многих городах было. Теперь наша задача, чтобы этот процесс расширился и переход был тотальный. И как только это произойдёт, власть понятно падёт. И мы должны нашим людям в этом смысле дать путеводную звезду. Вы же понимаете, как путешественники находятся в море или где-то в степи, как они могут не заблудиться. Если они читают по звёздам, что называется, они из любой точки выйдут в нужное место. Поэтому мы все наши действия делаем открытыми и публичными. Мы считаем, что в связи с тем, что режим сам по себе и те люди, которые его защищают, немногочисленные, все наши действия, планы, программы должны быть понятны людям заранее. То есть, когда они пойдут в сторону площади, они уже заранее должны знать, куда и почему они идут. Они должны знать, что там есть ячейки лидеры. То есть, каждый шаг, когда для миллионов людей понятен, им не нужен никто, они будут действовать фактически по единому плану. Конечно, власть будет препятствовать, но их мало. Ну что там, в Алматы 2-3 тысячи полицейских или в Астане там тоже 2-3 тысячи полицейских. А там живут миллионы. Поэтому мы просто их сомнём. Это алматинские события, и не только в 10-15 регионах это продемонстрировали. Это было в Армении так, и будет у нас так. Это была ваша работа начала января, все события, которые мы наблюдали? Я уже по этому поводу говорил. Именно сам протест был стихийный. И в авторитарных системах по-другому и не бывает. Другой вопрос, что все действия протестующих шли по нашим механизмам и сценариям. Механизм единый. Концентрируется на площади, затем занимает административные здания, объявляет о формировании местных органов самоуправления. Вот, собственно, по этому сценарию одновременно шли во всех регионах протесты и звучали единые требования, те, которые мы озвучиваем последние пять лет. Парламентская республика долой режиму султана Назарбаева. Это озвучивали все. Колбасу так называемую просили первый день, когда говорили, чтобы цены на жиженный газ правительство снизили. Это был первый день. Как только во второй день количество протестующих стало много, сразу пошли звучать политические требования. Вот, собственно, такие же вещи сами по себе не происходят. Вы же понимаете, если бы это был стихийный протест и как бы социальный, ну, наверное, все бы озвучили дайте нам газ, дайте нам пенсию, дайте нам больше колбасы. Этого не было. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир. Мухтар Аблязов был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Спасибо.